Стабильную работу и вы спокойно уйдете на пенсию. Люди же от инсультов, извините, на пенсию иногда и не успевают уйти. Правильно? Очень часто на производстве такое случается. Сильно нервничает человек, вы не успеваете пенсию берете. Хорошо, то есть вы им удаёте возможность спокойно доработать до пенсии. В основном. Одно есть. Хорошо, вы как-то прониклись? Принцип понятен. Хорошо, поскольку мы определились со всеми своими аудиториями, планеты вы нарисовали? Рисуйте планеты. Я даю вам 5 минут нарисовать планету своего клиента. На клиенте должен быть он сам и всё с ним связано, где он отдаёт или получает. Спасибо. 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 Идея мероприятия, на самом деле, возникла очень спорта, но сейчас как-то, не знаю, в рамках пустой весны, приходят самые лучшие идеи в позитивном фронте. Поэтому идея, она раздалась бы долго, сверевала, да? Два года назад мы решили придумать, сделать такой бизнес, который бы не зависел от логистики. Первым мы работали с материковой Россией, но все налоги и заработные платы мы платили в коме. Ну, это, честно, очень патриотическая, важная для меня идея. Два года мы этим делом занимались, настраивали новые технологии, информационные технологии, включали от Питер, они облачные решения для того, чтобы иметь возможность дистанционно работать с клиентами во всей России. На данный момент мы работаем достаточно успешно, работаем мы более чем с денью федеральными организациями в России. Все зарплаты действительно платят в коме, делаем это официальные налоги по рекламу. Идея была следующая. Прийти и поделиться теми технологиями, теми уже готовыми шаблонами, модулями для организации продаж. Во-первых, ну, не просто для организации продаж, а для джинбурных потоковых продаж, которые позволят выйти на новый рынок, использовать новые технологии, развиваться не только в Крыму, но и выходить самое главное, реализовываться с тем бизнесом, который существует материковая Россия. И, наверное, какая-то моя мечта и основная идея — это все-таки зарекомендовать и именно спозиционировать Крымский бизнес на общей российском масштабе, так как бизнес-лидер, лидер в инновациях, лидер в новых технологиях, в облачных решениях. Тем более, что все прекрасно знают, что на территории Крыма всегда была очень хорошая математическая, физико-математическая школа, экономические школы. Наши ребята очень талантливые, многие из них уезжали за границу. Вот, есть потенциал интеллектуальный у нас для этого есть. Необходимо просто подтянуться к современным технологиям для того, чтобы выходить на другие рынки, в том числе материковая Россия, и там себя зарекомендовать как первым, как лучшим, чтобы Крымскому бизнесу относились как к надежному, инновационному. И, вы знаете, есть такой стереотип на территории всей России, да, мы много ездим в России, в разных регионах работали, то есть ты приезжаешь и говоришь, что ты из Москвы. Да, тебе сразу отношение какое, что ты очень современный, ты продвинутый, ты отсюда чего-то ждут каких-то вот свежих решений, у тебя сразу же есть авторитет только потому, что ты из Москвы. Я считаю, что можно того же самого добиться и для Крыма, чтобы тогда наши предприниматели, представители наших предприятий, приезжали другие регионы развивать рынок, а к ним относились именно как к надежным партнерам, к интересным партнерам, у которых можно обязательно научиться, и, во-первых, точно считать их сильными конкурентами. И я думаю, что начать как раз таки стоит сначала с того, чтобы завоевать окончательно наш крымский рынок, да, здесь стать очень сильными и конкурентными. Я считаю, что наши продукты питания и те производства, которые находятся у нас, и те услуги, которые находятся у нас, мы не должны пускать на свою территорию представителей бизнеса из других областей. Причем делать это не без словом, конечно, методом, а делать это именно своей компетенцией, доказывать, что мы лучше, и поэтому гидиография наша. Чего сильнее было? У нас очень сильнее. Сегодня у нас тема скрипт и продаж, то есть непосредственно тот инструмент, который позволяет запустить конвейер в продажу, сделать колесо в продаже, автоматизирование, оно работало сам по себе, да, то есть есть заводы, где там, там, снять конвейер и производство делается потоком, да, то есть то же самое нужно сделать в продаже, для того чтобы завоевывать больше. Сегодня мы говорим о скриптах, дальше мы разбираем себе новую историю, которые, возможно, у ребят, да, разбираем амбиции вообще, как понимать своего клиента, какими словами с ним разговаривать, в какой момент что говорить, как обучать новый персонал, как наканунуть, в принципе, на время в первую очередь, да. Я считаю, что сейчас для Крыма очень важно время. Мы находимся в таких непростых экономических условиях, чем быстрее мы будем учиться, тем быстрее мы получим лучший образ жизни, образ жизни, да, уровень, да, жизни. И вот в скрипте это как раз-таки такой вот катализатор продаж, который может быстро влиять на их рост. Вот почему мы об этом говорим? Ну, как вообще крымчане стремятся познавать новые дарья? Слушайте, мы крымчане честно стремятся познавать новые дарья. Потому что мы очень, мы за короткий срок инвестировали свое мероприятие, тем не менее, что у тебя есть. У него очень легко провести еще раз, потому что они успели спланировать свое время, вот. У меня просили, что в принципе, то понятие как скрипт продаж, да, он достаточно современный. Но мы получили обратную связь, что руководители заинтересованы в дамы, хотели бы потянуть на вас, хотели бы расширяться, двигаться, выбирать новые рынки. Мне кажется, самое главное, что в крымском бизнесе, в принципе, есть такое настроение, да. И вот, наверное, последнее, чего бы мне хотелось, это еще вот какой-то такой сплоченности добиться, да, чтобы крымский бизнес воспринимали в территории России как команду. Команду, лидеров. Спасибо. Спасибо большое. Ну, давайте я вам помню. Все? Друзья. А можно я вас попрошу, кого-нибудь дать интервью? Ну, даже не интервью, просто ответить на вопросы. Сейчас мы быстро закончим. Кого-то позовите, вы общаетесь на заднем плане. Нам только один человек, который может более красноречиво объяснить. Объяснить, что вы хотите. Объяснить, что вы хотите. Что там? Что там? Я объясню. Не могу сказать, что там объяснить. Что там? Самый сговорчивый. Это фотосвестивный. Да. Да. Так. Он отклоняется. Ну, идемте. Ну, что это такое. Я буду вас уговорить, чтобы вас показали в новостях. Вы издеваетесь. Вы не знаете, чего пришли. Нет. Пожалуйста, к нам. Вы, пожалуйста, обратно к Мазачеку. У нас просто были уже в кадре. А, вот так. Это было. Вы прямо в рамках? Да. Да, да, да. Да. Саша придется. Пиши нахуй пешку. Хотя бы на время. Мы с вами не будем. Да? Мы берем с… Ну, как хочется. Мы сейчас берем с… Ну, что вы предлагаете? Спасибо. 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 А вы рисовали то, что есть у него в доме? В доме, да. Ну, там всякие машины. В доме. То, что есть у него в доме. Вас очень интересует. Строит у нас вопрос. Он только строит? Строит? Строит. 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 Или у него есть дом? Есть. 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 Перерыв мы делаем на 20 минут 20. Да. Перерыв мы делаем. Да. 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 У нас. Дом. У него есть. Можно ли вы сухофать? Да. Давайте на этом оставим. Давайте на этом оставим. Давайте. Давайте рисовать планету. Внутри. Да. Это не на группы. Строит. Верегащина. Вам нужно очень метрально рисовать. В этом поле кажется. Аккурсивно зависит от того. что он может быть. И вы уже почему нет? Да. И сюда. Ну все что. У тебя в привозке есть. Правильно? Есть? Нет. Возможно, есть какой-то калитрый из ворон. Что он должен делать? День сюда есть? День там. Чем? Что он будет? Может быть. Может быть. Может быть. Хорошо. Кроме бытовой театр. Что он будет делать? А у нас он уже есть. Правда ценность есть? Он уже нет. У него в реальности есть наверное? У него в реальности есть наверное? У него с малышей. У него с малышей. Спасибо.